29 марта в столице республики прошло заседание коллегии Министерства экономики и территориального развития региона, посвященной итогам работы за 2022 год. Отметим, что проходило совещание под руководством председателя правительства Думу Слимова-Думу Слимова, который, в свою очередь, отметил положительную динамику по основным социально-экономическим показателям. Достигнут рост темпов промышленности, производства, продукции, сельского хозяйства, строительства и многое другое. А также председатель правительства выделил, что важнейшей миссией является работа по оценке эффективности республиканских государственных программ. Это очень важная задача, которая сегодня возможна в полном мире, вернее, недооценена. Программы принимают, исходя из определенных лимитов, подгоняются под наличие средств, индикаторы зачастую не достигаются. Премьер также подчеркнул, что в рамках реализации программы развития горных территорий в 2022 году будет оказана поддержка более 200 заявителям на общую сумму 75 миллионов рублей. У нас 25-27% населения ждет, 44% всей нашей территории – горы. На везде, кто бы что ни говорил, даже на наши герберы – это горные орелы. Все у них показывают горы. На сегодняшний день в республике реализуются пять прорывных проектов, которые охватывают несколько отраслей экономики, а также организована работа межведомственной комиссии по определению налогового потенциала. Кроме того, министр экономики и территориального развития Республики Дагестан Адильхан Ахмедов заявил, что в республике функционируют два ТОСЭРа в Каспийске и в Дагестанские огни. В 2022 году обеспечено привлечение на ТОСЭР двух новых резидентов – это капитал-инвестпром на ТОСЭР «Каспийск» и трубопласт на ТОСЭР «Дагестанские огни». В целях повышения эффективности использования земельных ресурсов на инвестиционной площадке «Уэтаж», привлечение инвестиций создания новых мест, администрация городского комиссия «Каспийск» была проведена работа по изъятию неиспользуемых земельных участков на инвестиционной площадке в целях их предоставления для реализации новых инвестиционных проектов. Стоит подчеркнуть, что в 2022 году также обеспечено благоустройство шести общественных пространств, реконструкция городских улиц, капитальный ремонт сетей теплоснабжения длиною 3,52 километра и многое другое. По словам Ахмедова, значительная работа в 2022 году проведена и в рамках реализации мероприятий госпрограммы Республики Дагестан «Социально-экономическое развитие горных территорий Республики Дагестан». Завершилось заседание награждением отличившихся сотрудников ведомства. Почетные грамоты Минэкономразвития Республики Дагестан также были отмечены администрации города Дербента и Табасаранского районов, занявшие первые места среди муниципалитетов в ежегодном рейтинге органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан.